Добрый день! Это программа «Мнение», телеканал «Беларусь 4 Гомель», меня зовут Михаил Садовский. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. В эти выходные череду майских праздников продолжит День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В этом году праздник в обновленном формате пройдет впервые и состоится 14 мая. О том, что же значит для каждого белоруса государственная символика, а также о том, как она создавалась, говорим сегодня в программе «Мнение». С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Викторовна Довгала. Ирина Викторовна, добрый день! Добрый день! В Беларуси ежегодно отмечался День государственного флага и государственного герба. С этого года указом президента номер 105 предусматривается, что еще одним символом праздника станет и государственный гимн. Как считаете, какое место в нашем обществе данный праздник в принципе имеет? Можно ли его ставить, например, в один ряд с Днем Независимости, Днем Конституции? Вот почему? Вообще это очень значимый день. Почему? Потому что, согласитесь, что это не просто государственное, национальное. Обратите внимание, я говорю государственное, национальное. Я их не делю. Это единое для нашего народа. Потому что, по большому счету, это символы государственности, символы суверенитета и символы независимости. Я все-таки маленький экскурс позволю себе сделать. Почему? Потому что, согласитесь, что Беларусь одна из абсолютно немногих стран, которая именно референдумом, а это значит всенародным голосованием, принимала свои государственные символы. И при этом не просто половина, а практически подавляющее большинство проголосовало за те символы, которые сегодня у нас в Конституции, в основном законе. Не это ли говорит о том, что это действительно важный государственный праздник? И то, что гимн нашел свое место в этом празднике, и это, знаете, как сейчас говорят, три единства государственных символов — флаг, герб и гимн. Поэтому я думаю, что будет набирать силу и мощь этот праздник так же, как у нас имеет День Независимости и День Конституции. И я уверена, что у этого праздника появятся свои, знаете, вот как молодежь говорит, фишки. Если мы в День Конституции вручаем паспорта, если, как правило, в День Независимости, когда празднуется, а у нас тут опять-таки двойной праздник, поскольку это День Освобождения Беларуси и День Независимости, то в этот праздник у каждого региона тоже есть свои фишки. Это либо чествование трудовых коллективов, либо присваивание звания Человек-года, и праздник вышиванки. Ну то есть очень интересно, и я уверена, что и вот, кстати, и в День Независимости мы всегда что делаем, какая у нас чудная акция есть? Споём гимн вместе. И поэтому вот эти праздники, они очень важны. Я думаю, что совсем, совсем немного времени пройдёт, и этот праздник будет собирать не просто сотни, тысячи людей на улицах, так, как и всегда. И молодёжь в первую очередь. Ирина Викторовна, вот вы отметили, что национальные и государственные символы несут в себе определённые функции. Это и определение самоидентичности, и это и символы суверенитета. Вот как считаете, могут ли флаг, герб и гимн играть роль в консолидации всего белорусского общества? В это, ну, нужно признаться, достаточно непростое время. Михаил, не могут. Они играют. Они уже играют свою очень важную консолидирующую роль. Давайте мы сегодня реалиям посмотрим в глаза и обратимся буквально, уже получается, не вчера, а позавчера, а 9 мая, когда у нас был День Победы. Не нужно смотреть, как говорят, даже по сторонам, потому что полностью всё пространство людей, начиная от самой-самой маленькой деревушки, заканчивая столицей, везде были наши люди, наши граждане, были с государственной символикой. То ли это флажок, то ли это ленточка, даже цветы. И знаете, мне очень понравилось, я вот смотрела, и люди очень, как вам сказать, дорожили этим. Очень уважительные отношения. Я нигде не увидела упавшего флажка. И как не может консолидировать это, если с флагом Республики Беларусь бегут наши спортсмены, если флаг Республики Беларусь и гимн нашей страны играет во время спортивных соревнований и побед. Почему так борются с госсимволикой наши, что называется, прозападные не товарищи? А потому что невкусен им наш флаг. Если, извините, даже мэр умудряется снимать флаг в прибалтийских странах, я уже не хочу об этом вдаваться в эти подробности, но ведь это так. Вы боретесь с флагами? Вы боретесь с памятниками? Так вот, государственные символы на то действительно и даются, поскольку это суверенитет, и они неприкасаемы. Поэтому это не просто консолидация, это реальное единение людей под государственным гербом, под государственным флагом и исполнение гимна. Еще один, кстати, не могу вот его не сказать. Государственным гимном, как правило, открываются значимые мероприятия. И если раньше люди стояли, слушали и просто молчали, то сейчас практически подавляющее большинство гимн поет. А не это ли показатель того, что люди не просто знают свой гимн, а они дорожат своими символами? Ирина Викторовна, вот вы в своем ответе затронули тему празднования Дня Победы. Несомненно, атрибут, про который знают все, это вот цветы Великой Победы, которые вот есть и у вас на Лацкане, и у меня. Вот как считаете, насколько этот символ важен и нужен, это первый вопрос. А во-вторых, вот в чем секрет его успеха и популярности, потому что, ну вот, при присутствии на параде Дня Победы, я обратил внимание, что буквально у каждого данный атрибут был. Давайте мы сначала окунемся, как говорится, сегодня уже в историю этого символа, вообще откуда он взялся. Ведь это в первую очередь была инициатива нашей молодежи, насколько это важно. Ведь именно на съезде в РСМ в 2015 году, когда был юбилейный год 70-летия Победы, и то, что это было предложение нашей молодежи, а вот посмотрите, сам яблоневый цвет, да, который символизирует как бы жизнь, и цвета нашего государственного флага соединилась воедино. почему ему не прижиться? Действительно, шли наши маленькие детки в пилотках, в солдатских и с этими символами. Он не просто прижился, потому что искренне, и знаете, что самое приятное? Потому что молодежная инициатива получила у людей не просто признание, а веру. А вот это важно. Поэтому символ этот прижился, и я думаю, что он будет долго на груди сиять не только нынешнего поколения, но и новых. И уже в будущем те, кто предложил эту идею, будут говорить, это была наша идея, тогда, в юбилейный год 70-летия Победы. Ирина Викторовна, вот если продолжать говорить про гимн, герб и флаг, то как думаете, насколько они узнаваемы в остальном мире? Вот согласись же. Но если попросить назвать, как выглядит флаг Индонезии, то далеко не каждый вспомнит. А вот белорусский флаг, мне кажется, знают все. Я как-то задумывалась о том, что если сейчас, знаете, провести тест, выставить линейку всех флагов государств, сколько, условно, сможешь сразу назвать навскидку, где-то что-то ошибиться и так далее. Дело в том, что на сегодняшний день наша страна действительно не просто за счет санкций, давления коллективного Запада, но в первую очередь за счет своих действий, которые никак не вписываются в клише сценария того же коллективного Запада. Поэтому мы не просто узнаваемы, но мы узнаваемы своими победами. Сегодня, по большому счету, согласитесь, благодаря нашей Дарье Домрачевой весь мир знает о Беларуси, потому что столько побед на Олимпийских играх, наверное, не завоевывал никто и никогда. При этом обратите внимание, если на Олимпиаде, на Евровидении не просто не пускают, а флаги не дают, вы можете выступать, но не под флагом своей страны. Они боятся даже наших символов, потому что знают. Ответ будет. И под каким бы флагом не выступали наши спортсмены или творческие коллективы. Все прекрасно знают, что это Беларусь. А в костюмах даже узнаваемыми элементами можно сделать, потому что у спортсменов это тоже есть. Ирина Викторовна, не могу не спросить. Вот вижу, что у вас на Лацкане есть знак в виде государственного флага Республики Беларусь. Вот насколько серьезное обязательство на вас, как на члена национального собрания этот знак накладывает? Вы знаете, накладывает. Всякий раз, когда я прикалываю значок, я понимаю, что где бы ни шел депутат, я или мои коллеги, но ты понимаешь, что люди видят, а ведь на значке написано «Парламент Беларуси». И уже не нужно спрашивать, а вы кто? люди четко понимают, что это депутат Палаты представителей. И они могут обратиться абсолютно с любым вопросом, с любым пожеланием, с любой жалобой. И самое интересное, что нужно выслушать, нужно ответить. Но кроме этого, ты понимаешь, что это величайшее чувство гордости, потому что ты понимаешь, что сегодня у парламента достаточно серьезная полномочия и, знаете, как говорят, без права на ошибку. Поэтому всегда с гордостью и колоссальной ответственностью ношу этот значок. К сожалению, время нашего эфира ограничено, но не могу вам не предложить высказать свои поздравления нашим телезрителям в этот, несомненно, важный праздник. Ну и, может быть, дадите совет, на чем действительно стоит сосредоточиться в этот день. Я думаю, что в первую очередь нужно сосредоточиться на том, чтобы верить в свою страну. Не зря у нас сейчас идет год мира и созидания. Поэтому замечательно, когда люди понимают и осознают свою причастность к тому, чтобы был мир в нашей стране. А под государственными символами пусть принимаются присяги, пусть исполняется гимн за наши победы и поднимается флаг. И всегда гордятся своей страной, потому что лучше Беларуси может быть только Беларусь. Ирина Викторовна, огромнейшее вам спасибо, что в этот предпраздничный день в наш эфир пришли, дали возможность услышать ваше мнение. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Во второй части нашей программы предлагаем услышать еще одно мнение о том, как же создавались государственные символы Республики Беларусь. Не переключайтесь. С нами на связи декан исторического факультета ГГУ имени Франциско Скарины, кандидат исторических наук Станислав Александрович Черепко. Станислав Александрович, добрый день. Добрый день. С этого года в Беларуси появился обновленный праздник – День государственных флага, герба и гимна. Как считаете, что можно считать отправной точкой в истории каждого из этих символов по отдельности? Ну, если мы говорим о государственной символике Республики Беларусь, современной государственной символике, то здесь, думаю, что отправной точкой будет являться наш республиканский референдум 1995 года, который предусматривал в качестве одного из вопросов вопрос о том, каким должен быть государственный флаг герб. Что же касается гимна, здесь немножечко другая история. Она связана с тем, что до 2002 года у нас гимн-то и был, но он был пока что еще, так сказать, без слов. Так что, если мы говорим о современной нашей символике, нашей современной государственной символике, то это событие 1995 года. Но если смотреть более широкий аспект, то история нашей символики, она, конечно, государственной символике гораздо более многогранна. Дело в том, что гербы появились еще в период Средневековья, флаги появились чуть позже, даже, наверное, значительно позже, в период становления национальных государств. Но у нас в Беларуси национальное государство становилось в начале XX века, и вот с начала XX века и начался вот этот поиск тех форм, которые бы выражали, скажем, нашу государственность. В итоге, в 1995 году мы пришли к современному флагу. Предлагаю поговорить про каждый символ и про его историю в отдельности немного позже, а вот пока вы затронули вопрос республиканского референдума 1995 года. Тогда за принятие государственных символов высказалось примерно 75,1 голосовавших. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что народ Беларуси в тот момент был фактически единодушен в своем решении? Это вопрос первый. Как считаете, увеличился ли индекс доверия к государственной символике на сегодняшний день? Ну, отвечая на первую часть вашего вопроса, ну, сама цифра 75% показывает то, что значительное большинство населения поддержало тот флаг и герб, который был разработан еще в период БССР. Это как бы показывает преемственность и государственности, и, соответственно, символики. Это очень большое число. Говоря о сегодняшнем, я абсолютно уверен, что население нашей страны поддерживает современную нашу государственную символику. Потому что государственная символика, она, понимаете, темой отличается от любых других символов, что она объединяет граждан, она является своеобразным символом принадлежности к государству вне, в зависимости от партийной принадлежности. Так что я думаю, что на сегодняшний день очень высокий процент большинства белорусских граждан поддерживает государственную символику. Ну, а как, в принципе, и должно быть. Это же символ государства. Это важнейший для элементов. Станислав Александрович, с вашего позволения тогда следующий вопрос. Как профессионал, как считаете, ну, несомненно же, каждый из атрибутов несет определенное значение. Вот какой символизм заложен в наш герб и флаг? Что, например, символизируют те цвета, которые используются, и те орнаменты, которые есть? Вы знаете, ну, здесь, скажем, есть трактовки, которые, ну, прям прописаны в литературе, есть трактовки, которые дополняют то, что уже прописано. Ну, красный флаг, он символизирует, ну, во-первых, славяне, они особое значение придавали этому цвету. Красный флаг, красный цвет символизирует и кровь, которая была пролита за свободу, независимость нашей страны. Кстати говоря, в период Грюнвальдской битве белорусы использовали тоже красный флаг, на котором был изображен белый герб, то есть основу флага был красный. Зеленый цвет, ну, тут тоже много, может быть, трактовок. С одной стороны, это наша природа, наши леса, это весеннее пробуждение, это молодость, в том числе и нашего национального именно государства. Что касается белого цвета, то это тоже традиционный цвет. У нас многие орнаменты, украшения, они как раз являются, вот для них белый цвет является основой. Это символ свободы, символ чистоты народа, страны. Ну, и также он подчеркивает элемент названия нашего государства. Белая Русь, да, Беларусь, производная от Белой Руси. Так что каждый из элементов, конечно, имеет под собой определенное значение. Если у нас наш герб, здесь тоже очень много символов, вот если мы берем современный наш герб, здесь у нас и проявляется и богатство нашего края, которое отражено в этих колоссиях, наличие льна показывает. То есть, вот это все передает, передает на символику государства. Контур границ, который показывает, что вот это наша земля, нам чужого не надо, но вот то, что мы имеем, тоже не отдадим. То есть, каждый из элементов показывает одно. Мы, белорусский народ, мы живем на своей земле, нам чужого не надо, но мы твердо собираемся держаться своего белорусского пути. Конечно, в содружестве с иными государствами, именно поэтому Беларусь у нас как не просто так висит в воздухе, а находится и изображена территорией Евразии. Станислав Александрович, вот предлагал я поговорить немного позже про историю наших символов. Вот я считаю, что время настало, поэтому позвольте следующий вопрос. Можно заметить, что прообразом нынешнего флага и герба стали символы БССР. Вот как они тогда появились, наверняка даже многие не знают, кто был автором тех государственных символов. Вот может быть, как профессионал, поделитесь каким-то неординарным фактом. Ну, история становления наших символов, она тоже была, так сказать, непростая. с момента формирования первое наше национальное государство в виде БССР в 1919 году стало сразу же вопрос о символике. И начали разрабатываться первые варианты нашей государственной символики. Значит, определенные, определенные особенности имел наш герб. Он на тот момент, в 1919 году, очень сильно напоминал герб РСФСР. Тогда шла война, и гражданская война, и польско-советская война, поэтому, честно говоря, было не до изысков. Но, когда все в 1918 году, который очень сильно напоминает наш современный герб, принципиально его отличие, может быть, для невооруженного зрителя, является то, что на нем вместо двух колоссиев с одной и с другой стороны, с одной стороны было изображение дубовых ветвей. И на этом гербе был главный, так сказать, девиз, девиз пролетарии всех стран объединять, который был написан на тот момент на четырех государственных языках БССР. То есть на белорусском языке, на польском языке, на языке идиш и на русском языке. Все это было представлено. В 1938 году произошли опять небольшие изменения исчез. Дуб исчезло, четыре языка, но появился уже лен. Правда, не в виде цветочков, которые у нас сейчас привычны, а в виде коробочек такого лена. С 1949 года уже появляются цветы лена. Так что герб, он в принципе еще с 1919 года, особенно с 1927 года, он подчеркивал идентичность, особенность Беларуси. Что касается флага, то тут ситуация интересная. Дело в том, что государственный флаг БССР до 1951 отличался от флага Советского Союза. Принципиальное отличие заключалось лишь в надписи БССР в его верхнем левом углу, то есть под звездой. Так вот, в 50-х годах возникла необходимость все-таки иметь флаг, отличался бой, подчеркивал идентичность именно Беларуси. И вот в этих условиях Николай Гусевым был разработан флаг, который имел орнамент, который соткала в 1917 году крестьянка Матриона Маркевич, это уникальный для флагов Советского Союза элемент. Орнамент был белый на красном фоне. Сейчас мы имеем более верный орнамент, на белом фоне красный орнамент. В 2012 году тоже были небольшие изменения внесены в флаг, но они тоже не носили принципиального отличия. Таким образом мы имеем постепенное развитие современной нашей символики. Ну и в завершение разговора хотелось бы услышать ваше мнение. Что же лично для вас значит наш герб, наш флаг, наш гимн? И вот что бы вы хотели сказать в этот предпраздничный день нашим телезрителям? Мне кажется, для меня, как и для многих наших сограждан, наши символы это понимаете, как такая лента времени, которая передает нам те коды, которые заложили наши предки для нас и дает нам потенциал для передачи жизни нашим потомкам. Наличие гимна, флага, герба подчеркивает существование государства, объясняет в том числе его необходимость. А что такое государство? Государство своим флагом, герби, гимном это возможность народу жить так, как он хочет, делать свой выбор, не зависеть от воли других народов. Понятно, что нельзя жить в абсолютном вакууме, но тем не менее, именно независимость дает нам возможность развиваться. Флаг, герб, гимн подчеркивают нашу независимость. Что касается того, чего бы я хотел сказать, уважаемые друзья, поздравляю вас с днем нашего государственного герба, гимна, флага. Давайте относиться к нашим символам как такому знаку, который обозначает нашу идентичность. Давайте уважать наши символы, взращивать через них наших детей, для того, чтобы наше государство еще долго и долго и долго лет счастливо развивалось и процветало. Станислав Александрович, если вы думали, что я вас из нашего эфира отпущу, то нет. На этой неделе в нашем эфире принято обсуждать то, как прошел в Республике Беларусь День Победы. Вы лично участвовали в мероприятиях, как бы вы оценили ту массовость, которую в этом году наш народ в таком единстве проявил, и можно ли говорить о том, что праздник в этом году каким-то образом отличался от предыдущих? Ну, конечно, я принял участие в День Победы, просто с измольства всегда принимаю в этом участие, почему? Потому что, на мой взгляд, 9 мая это тот праздник, который сплачивает наш народ. Это вот, понимаете, такой вот, если Новый год, это просто праздник всеобщего веселья, какой-то интернациональный, то 9 мая это вот уникальный праздник нашего народа, который объединяет нас на почве как раз-таки любви к своей родине и готовности ее защищать, готовности быть со своей стороной до конца, учитывая то, что произошло во времена Великой Отечественной войны. Мне кажется, этот праздник всегда был массовый. Заметьте, на этот праздник не надо собирать людей, не надо проводить какие-то оргмероприятия. Мне кажется, что те меры, которые принимают государственные органы власти, они направлены не для того, чтобы как-то массово отпраздновать, а для того, чтобы во время этого праздника не случилось ничего страшного, потому что людей все равно соберется очень много. И для того, чтобы организовать его с наиболее удобной для людей точки зрения. Это же праздник, который подразумевает еще и массовое гуляние. Я в этом году, как, впрочем, и в прошлые годы участвовал в празднике и в Гомеле, и в пригороде. И вот мне отрадно, что в наших небольших населенных пунктах, в селах люди просто приходят. Понимаете, это не пришла школа какая-то, привела детей, хотя они, конечно, тоже есть. Приходят, и они также просто сограждены, просто люди, одно висковоцы и вспоминают, что здесь происходило. Это для них обязательная часть их жизни. Мне кажется, что в этом году праздник оказался еще более массовым. Ну, вот здесь, вот в Гомеле, просто невозможно было протолкнуться. И несмотря на то, что вроде бы и не было огромного количества техники, я не знаю, я не нашел там солдатской каши, которая привлекает детей, все равно было очень много людей. И отрадно, людей всех возрастов, от мала до велика, от ветеранов, которым низкий поклон, до маленьких детей, которые с удовольствием бегали и рассматривали те инсталляции, которые подготовили какие-то наши организации. Это народный праздник. Праздник, но со слезами на глазах. Станислав Александрович, вот на этой такой, ну, можно сказать, наверное, позитивной действительно ноте предлагаю наш разговор завершить. Огромнейшее вам спасибо за уделенное время, за то, что пришли в наш эфир и дали возможность услышать ваше мнение. До свидания. Спасибо. С праздником. Взаимно. Сегодня мы услышали мнение двух экспертов. Действительно, день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь такой же важный праздник, как День Независимости и День Конституции. Ведь эти символы отождествляют и независимость, и самоидентичность нашей страны. Спасибо, что смотрели. Это телеканал Беларусь-4 Гомель. Михаил Садовский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова